Эти семь дней скучными точно не назовешь. Если еще в понедельник казалось, что главной темой недели будет блокада на Донбассе, то уже к среде выяснилось, конкуренцию Верховной Раде составить все-таки нереально даже таким экстравагантным личностям, которые правят бал на линии соприкосновения. Когда под куполом появились полицейские, начался скандал такой силы, что и привычные к парламентским ссорам наблюдатели удивились. Кому Верховной Раде понадобились силовики и почему политики называют такой визит одной из самых больших угроз Украине за последнее время? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Казалось бы, после двух недель перерыва рабочая неделя у депутатов должна получиться насыщенной. Все-таки неотложных законопроектов в Раде десятки и нерешенных проблем у страны сотни. И неделя действительно такой получилась. Вот только со знаком минус. Вместо решения проблем депутаты их умножили. Но даже и в этом смогли сказать новое слово. Такого еще не было. Группа полицейских в камуфляже заходит в парламентский зал. Без разрешения, без предупреждения. Похоже на захват трибуны. И не то, чтобы в зале Верховной Рады могут выступать только депутаты. Есть процедура. Для выступления любых гостей нужно разрешение полутора сотен нардепов. А без него, по закону, даже на полу в зале заседаний никто, кроме депутатов, вступать не должен. Все-таки это парламент. И они, гляньте, завели. Просто ни с кем не договариваясь. Никто, кто дал разрешение. Нельзя зайти. Прокурор не может зайти в зал. Он должен сидеть на трибуне. Прокурор генеральный. Они завели нацгвардию в зал. В зал завели, ребят. Все, это... Такого не допускал себе никто. Это просто как государственный переворот. Это грубое порушение регламента. Это первый прецедент в работе Верховной Рады Украины. И, фактически, скоянный сейчас криминальный злочек. В тот день две или три фракции попросили о перерыве. Большинство нардепов в зале даже и понять не успели, в чем дело. В президиуме была только вице-спикер. Фронтовики ей что-то объясняли. Она показывала им страницы регламента. Полчаса препирательств и Народный фронт не выдерживает. Силовики заходят в зал. Оксана Сараид тут же закрывает заседание. Ранковое заседание оглашаю закритим. Так, действительно. Для того, чтобы оно выступило, нужно за день до этого подать соответствующие документы, подписанные 150 народными депутатами. Да, мы понимаем, что мы подаем эти документы в день. Потому что мы не можем позволять в абсолютно непропустимых условиях, которые позволяют себе политические силы, раскрытую ситуацию в фронтовой зоне. Когда полицейские, когда жандармы в зале парламенту, это не может не делать не за наказом министра внутренних справ. Это уничтожение демократии. Мы идем к уничтожению залишки парламентаризма. Это вообще делается Народным фронтом, который фактически сейчас полный нуль. Рейтингов нет. Чтобы, во-первых, поднять себе какие-то баллы. Спасать ситуацию решил Игорь Гринев, глава фракции БПП. Быстро объявил, что в зале собрание коалиции. Просто для того, чтобы хоть как-то уйти от обвинений в захвате парламента. Спорно, но остроумно. В зале действительно остались нардепы из трех фракций. Блока Порошенко, Народного фронта и принтнувшие к ним радикалы Ляшко. Я не могу связаться с керевником аппарата. Я не могу знать, кто и на какой подставе сейчас ведет будь что в зале пленарных заседаний. И на какой подставе вообще работает до этого часа зала пленарных заседаний. Это должно быть все закрыто. Микрофоны должны быть выключены. Это начало конца. Один вариант. Другой вариант открытия ящика, который даст змогу завтра будь кому незадоволенному заходить в сессийную залу, выступать по своих позициях. А простее сказать, просто блокировать работу Верховной Рады. Мы решили провести Раду коалиции загальные сборы. Коалиции открытые за прошлом всех народных депутатов. И тут занервничал Олег Ляшко. Радикалы часто и голосуют синхронно и отбиваются от обвинений вместе с коалицией. Но оказаться на совете коалиции и не уйти с него, участвуя в таком мероприятии на равных с остальными, это даже для Ляшко чересчур откровенно. Перед нами стоят военнослужбовцы. Вся края, весь парламент может их слышать. И это не должны быть сборы вашей коалиции. Четко попытались маркировать определенных депутатов тем, что они в коалиции. Это раз. Потому что объявили о том, что здесь сейчас проходит открытое заседание коалиции, намекая на то, что коалиция на троих. Радикальная партия еще с прошлого года, когда голосовала за бюджет, когда скасовывались там податки аграрии, они давно подголосовывают. Присутствие радикалов на этом совете коалиции оказалось таким красноречивым, что Ляшко пришлось даже срочно собрание фракции проводить, обдумывать публичную позицию и искать объяснения для журналистов. Мы считаем категорично неправильным, когда сегодня заступник главы парламента Оксана Сыроиз закрыла заседание парламенту. Поэтому мы с увагой выслухали представителей полиции Донечкины. Не знаю, насколько долго можно стоять на такой растяжке, людям пояснивать одно, а в зале Верховной Ради подчас голосования делать противоположное. Давайте смотреться не на полки выступа из трибуны, а на конкретные голосования. Когда люди поддерживают ганебные изменения до бюджетного или податкового кодекса, когда фракция голосует за антисоциальный бюджет. То, в принципе, эта партия и фракция есть в коалиции. Она не юридично оформлена, понимающая свои электоральные втраты. Знаю Лешка, я думаю, что он будет поддерживать, скажем так, из окопов или из кустов, а вступать в коалицию он вряд ли будет, потому что потом ему придется нести ответственность за непопулярные решения. А Лешко привык выступать, но ни за что не отвечать. Пусть вот так неожиданно, но все-таки в парламенте появилась и реальная расстановка сил, и то, что даже свой пиар без нарушений закона крупнейшие фракции организовать не могут. А ведь в ближайшие недели в повестке дня могут появиться откровенно взрывоопасные темы. Все то, что нужно проголосовать для МВФ, плюс один из самых спорных законопроектов об оккупированных территориях. Решение РНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями является тем временным. Его нужно теперь закрепить законом о оккупированных территориях. Закон, который предложил нам самоком, говорит про наступное. Поставьте межу, отмежуйтеся от этой территории, полностью изолюйте ее и не общайтесь с той частью населения, потому что там враги. А еще лучше забудьте и отдайте РФ, которая не хочет эту территорию брать. У вас есть вопрос, что делать с миллионами украинцев, мы должны забыть о них. То почему мы два или три года рассказывали всем и всей стране, что мы боремся за то, чтобы эту территорию реинтегровать? Это не повернуть территории, а мы должны их повернуть, мы должны восстановить территориальную ценность Украины. Можно восстановить любой закон, но, наверное, нужно восстановить до Минских угод. Во всем акценте, что потребно виновлять экономическую спецпрацию для того, чтобы территории были повернуты. Затягивать эти и другие подобные решения еще на несколько месяцев – вариант возможный, но очень дорогой. И не только тем, что каждая новая неделя беззаконных ответов на ключевые вопросы приносит стране новые убытки. Еще и тем, что парламент, если его превращать просто в митинг, саму способность принимать решения теряет. А вот те, кто привыкнет решать все вместо парламента, легко с этой привилегией уже не расстанутся.